Итак, сегодня мы будем обсуждать задачи Unsupervised Learning. Значит, в общем случае Unsupervised Learning — это такая история, что у вас есть какие-то данные, и у вас нет правильных ответов, и вам нужно что-то научиться с этими данными делать, найти в них какую-то структуру, которая была бы для чего-то полезной. Ну, в отличие от задачи Unsupervised Learning, которая поставлена достаточно четко, вот у вас есть Y, вам нужно по X научиться предсказывать Y, так, чтобы это хорошо работало на новых данных. Тут все более-менее четко. В задаче Unsupervised Learning заранее непонятно, чем нужно делать. Вот, и задачи здесь бывают разные. Давайте я напишу, приведу несколько примеров таких типичных задач. Значит, первая задача, которую мы, собственно говоря, сегодня будем обсуждать, это задача кластеризации. Значит, что такое кластеризация? Вот у вас есть какие-то данные, допустим, у вас есть две какие-нибудь фичи, пространство признаков двумерные, два признака, и есть какие-то данные. Допустим, какие-нибудь вот такие. И, ну вот, я сейчас визуально ближу на ту картинку, которую я нарисовал, и здесь видно, что эти мои точечки, они разбиваются в три отдельные кучки. Вот одна кучка, другая кучка, третья кучка. Соответственно, глазами мы это видим, но идея состоит в том, чтобы сделать некоторый алгоритм, который бы мог такие кучки идентифицировать автоматически. Замечу, что это отличается от задачи классификации, потому что в задачи классификации нам было бы заранее задано, что объекты, вот этот объект такого-то цвета, такого-то класса. И наша задача была бы научиться с помощью вот этих меток, которые у нас есть, научиться различать эти объекты. В задаче кластеризации никаких меток заранее не дано. И нам нужно как-то научиться эти самые, то есть разделение на кластер, разделение фактически на несколько типов данных, научиться как-то его находить просто по данным, безо всяких правильных ответов. Значит, задача разбить на несколько кучек. Ну вот как именно это решать, как именно формализовать эту задачу, мы сейчас поподробнее поговорим. Пока что я просто хотел ее поставить. Задача такая возникает естественным образом во многих ситуациях, когда у вас какие-то данные есть, вы подозреваете, что у этих данных должна быть какая-то структура, что должна быть вот какая-то группировка. Ну, например, вы понимаете, что на самом деле объекты бывают разных типов, на самом деле у вас есть какое-то разбиение на какие-то классы, но при этом самих классов вы не знаете. Ну, догадываетесь, что они должны быть. Ну, допустим, я не знаю, приходят к вам посетители на сайт, вы анализируете данные с этого сайта и подозреваете, что, ну, скажем, я не знаю, допустим, мужчины и женщины должны им пользоваться по-разному. Но посетители сами не представляются, и вы не знаете, кто из них мужчина, а кто женщина. Ну, вот догадываетесь, что они должны как-то группироваться по двум разным кучкам. Или, например, там не мужчина, а женщина как-нибудь по-другому, допустим, по возрасту, каким-то возрастным группам. Подозреваете, что вот есть какие-то разные возрастные группы, достаточно четко выделенные, которые должны вести себя по-разному. Вот, это первая задачка. То есть, опять же, общий фреймворк такой, что у нас есть данные, и нам нужно в этих данных установить какую-то структуру. Второй тип задачи on supervised learning – это задача снижения размерности. Это такая история. У вас есть какие-то данные, которые лежат в каком-то многомерном пространстве? То есть, у вас есть какое-то многомерное пространство признаков. В данном случае я рисую трехмерное пространство признаков. Но вы подозреваете, что на самом деле ваши данные описываются меньшим количеством параметров. То есть, вы подозреваете, что на самом деле существует какое-то многообразие меньшей размерности. Или, в простом случае, это просто какая-то плоскость, какое-то линейное или афинное пространство. Такое, что все ваши точки лежат вблизи этого подпространства, или вблизи этого многообразия меньшей размерности. Ну вот, например, у вас есть двумерное многообразие. То есть, у вас есть новые признаки y1, y2. И вы верите в то, что все ваши точки лежат примерно в этом пространстве. То есть, это означает, что для того, чтобы их задать, вам нужно меньше параметров, чем у вас есть в исходном пространстве. Значит, это называется задача снижения размерности. И про это мы в следующий раз тоже поговорим. Не в этот, видимо, а в следующий. Значит, тут есть разные методы. Методы PCA, Manifold Learning. В общем, всякие разные. Вот. Значит, что еще можно отнести к задачам Unsupervised Learning? Можно отнести, например, такую задачку. Оценка плотности. Значит, это такая история. Вот, допустим, у вас есть какие-то точечки. Допустим, у меня есть одномерное признаковое пространство сейчас. И у меня здесь есть какие-то данные, какие-то объекты. Вот. И я предполагаю, что эти данные пришли из какого-то... То есть они были сгенерированы в качестве некоторой выборки из какого-то, допустим, абсолютно непрерывного распределения. То есть я верю в то, что есть какая-то плотность, которая задает некоторую случайную величину. И мои вот эти точечки были получены как реализация этой случайной величины. Задача, которая здесь есть, это задача оценить плотность этой случайной величины. То есть вот у меня есть вот такие точки. Я предполагаю, что есть какая-то такая вот функция. Например, какая-нибудь вот такая. И я считаю, что вот эти мои точки — это реализация вот такой случайной величины с вот такой плотностью. Надо сказать, что вот в этой задачке, в задачке оценки плотности, здесь проявляется некоторое не слишком сильное разделение между задачками supervised learning и задачками unsupervised learning. Потому что давайте представим себе, что у меня данные устроены не так, как я здесь нарисовал. Не одномерная история, не история с одним признаком, а история с двумя признаками. Значит, здесь есть некоторая связь с supervised learning. Давайте считать, что у меня есть иксы, и у меня есть иксы, и у меня есть икрики. Но я буду рассматривать сейчас эту задачу как задачу оценить supervised learning. А именно, я скажу, что у меня есть некоторые данные, которые есть какие-то точечки в таком пространстве, x, y. Вот у меня есть какое-то количество точечек здесь. И, допустим, я научился оценивать совместную плотность вот такого, значит, совместную плотность случайных величин x и y, которые породили мне вот эти точечки. Это означает, что у меня есть вот какая-то, значит, какая-то здесь совместная плотность. Допустим, вот так. Значит, чем темнее, чем зеленее, тем больше значение этой самой плотности. Вот, если я могу решить вот такую задачу on supervised learning, а именно задачку оценку плотности, то дальше я могу от нее, с ее помощью, используя ее, решать задачку supervised learning. Потому что что такое supervised learning? Это значит, что мне нужно по данному значению x предсказывать значение y. Но если я умею находить совместную плотность, то это означает, что я могу эту совместную плотность найти, а потом для данного значения x ограничить эту совместную плотность на вот такую вертикальную прямую. Здесь получится какое-то уже одномерное распределение. И дальше я могу это одномерное распределение анализировать и использовать его для того, чтобы научиться делать хорошее предсказание y. Например, я могу просто найти мат-ожидание этого распределения и использовать это мат-ожидание в качестве предсказания y. Здесь можно такую штуку нарисовать, что у нас есть оценка совместной плотности. x и y позволяют мне оценить условные плотности y при условии, что x равен заданному значению. И дальше можно получить предсказание f с крышечкой от x. Это, например, равняется мат-ожиданию вот этого самого распределения. Ну, мат-ожидание, например, для квадратичной функции потерь. Вот. То есть на этом примере видно, что водораздел между задачками supervised learning и unsupervised learning не очень жесткий. Можно использовать идеи из unsupervised learning для того, чтобы решать задачи supervised learning. И на самом деле можно делать и наоборот. Сейчас, особенно в задачах, связанных с нейросетями, возникают всякие методы, которые получили общее название self-supervised learning, которые сводятся скорее к обратной ситуации, когда мы хотим решать задачу unsupervised learning, но с использованием методов supervised learning. В общем, тут есть разные связи между ними. Вот. Значит, сегодня... Ну, я, опять же, не утверждаю, что я перечислил все возможные задачи unsupervised learning, но вот это, пожалуй, самое распространенное. Сегодня мы поговорим про кластеризацию и немножко затронем задачи, связанные с оценкой плотности. Давайте начнем с кластеризации. Значит, что мы получаем в задаче кластеризации? Ну, у нас есть какое-то количество объектов, и у нас есть какая-то мера сходства или мера различия, или что-то вроде расстояния между этими объектами. То есть, когда я рисую вот такую картинку и говорю, что я хочу найти в этой картинке какие-то кластеры, ну, то интуитивно понятно, что я имею в виду. Я имею в виду, что я хочу разбить все мои наблюдения, все мои объекты, хочу разбить на группы так, чтобы эти группы были бы, ну, вот в некотором смысле такими маленькими, чтобы расстояние между объектами внутри группы было бы маленьким по сравнению с расстоянием между объектами, между разными группами. Хочу, чтобы вот эти вот красненькие стрелочки были бы маленькими по сравнению с зеленой стрелочкой. То есть это означает, что для того, чтобы говорить про кластеризацию, мне нужно как-то определить расстояние между объектами. На самом деле я говорю слово «расстояние», но далеко не всегда здесь используется настоящее расстояние. Обычно говорят про некоторые более общие понятия. Вместо расстояния говорят «dissimilarity», некоторая степень непохожести. Потому что на практике довольно часто эти непохожести приходят из какой-то практической задачи, и они не всегда являются честными расстояниями с матемической точки зрения. Например, они не всегда удовлетворяют неравенство треугольника. Приятно, конечно, когда они являются честными расстояниями, но просто так бывает не всегда. Например, потому что у вас может информация про различия между объектами, может возникнуть, например, вы просто предъявляете людям два объекта и просите этих людей оценить, насколько эти два объекта похожи между собой. И дальше вот таким образом данные субъективной оценки вполне могут не удовлетворять неравенство треугольника. В общем, короче говоря, у нас есть, как правило, у нас есть есть информация про то, какие объекты похожи, а какие нет. Информация похожести. Объектов, какая-то функция. Значит, ну давайте я скажу, что это будет функция D. Допустим, у меня есть два объекта I и G. Значит, I и G — это просто номера моих объектов. Значит, I равняется 1N, G равняется 1N. Это номера объектов. Значит, функция D. Давайте я скажу, что это функция, наоборот, непохожести. Значит, функция D — это dissimilarity. Ну, от этой функции непохожести обычно все-таки требует чего-нибудь. Как правило, мы хотим все-таки, чтобы объект был похож сам на себя. То есть что-нибудь, какое-нибудь вот такое условие, D и I равняются 0. Обычно мы хотим, чтобы выполнялось. Ну и там, опять же, как правило, мы хотим какой-нибудь симметрии, но, в принципе, не обязательно. Теоретически можно рассматривать ситуацию, когда у нас нарушаются условия симметрии, но многие методы все-таки хотят условия симметрии. Давайте я его потребую. Заметим, что когда я вот эту штуку написал, я ее сейчас написал как бы только для наших объектов. И ИЖИ — это просто номера наших объектов. Вот эта штука, она не обязана быть, допустим, каким-нибудь гефридовым расстоянием. И вообще не обязательно, что у нас есть хоть какая-то информация про объекты, кроме вот такой вот штуки. То есть фактически матрица всевозможных попарных dissimilarity. Хотя иногда все-таки требуется. Ну, то есть зависит от метода. Значит, для некоторых методов требуется, чтобы объекты были. Давайте я условно напишу элементами Rn. Нет, Rn плохо. Rd. N — это у нас число объектов. Значит, элементами Rd, а расстояние D и T, G, T — это есть какое-то расстояние в ефридовом пространстве. Не обязательно, чтобы это было бы честное ефридовое расстояние. Это может быть какое-то другое расстояние. Значит, расстояние между item и житым объектом. В результате их вложения, значит, у нас X, item и X, G, T — это элементы Rd. Значит, какое это расстояние? Надо сказать, что вот этот способ задания расстояния, он очень важен. Потому что, ну, теоретически, если у вас есть какие-то объекты, если у вас эти расстояния, вот эти вот диссимлярити, не заданы априори, а, например, они заданы как элементы Rd, определение вот этой штуки, вообще говоря, может приводить к совсем разным результатам. Ну, представьте себе, что у вас есть такой совсем тривиальный пример. Давайте представим себе, что у нас есть вот такие объекты. Значит, тут у меня есть четыре объекта, которые я нарисовал вот так. Это у меня X1, это у меня X2. Вопрос, как они кластеризуются? Ну, понятно, что я не поставил за одно очень точно, но, в общем, если я спрошу любого живого человека, как в данном случае кластеризуются мои объекты, то ответ будет такой, что вот нужно объединить отдельно вот эти объекты и отдельно вот эти объекты. Но давайте представим себе теперь, что я сделал, изменил масштабы осей, горизонтальной и вертикальной оси, и очень сильно сжал горизонтальную ось и растянул вертикальную ось. Это означает, что у меня эта картинка превратилась в такую картинку. Ну, или что то же самое я в качестве моей метрики, допустим, вот здесь у меня была обычная евклидовая метрика, вот такие были кружочки, а в какой-то момент я могу начать рассматривать не такую метрику, а какую-нибудь другую метрику, например, метрику, в которой кружочки будут вот такими. Это, в общем, то же самое, что сделать вот такую замену координат и здесь рассматривать обычную метрику для стандартного скалярного произведения. Понятно, что после такого преобразования у нас группировка будет устроена совсем по-другому. У нас теперь мои точки будут группироваться вот так. Поэтому видно, что в зависимости от выбора метрики на самом деле результат может очень сильно поменяться. Проблема состоит в том, что если нам даны просто векторы в Rn, никакого канонического способа выбрать метрику нет. Потому что у вас разные, по разным осям могут быть написаны вообще числа, которые меряются в разных системах координат, означают разные, могут иметь разные практические последствия их изменения. И, в общем, короче говоря, никакой канонической метрики нет. И еще веселее становится, когда у вас возникают какие-нибудь категориальные признаки, и там уже совсем непонятно, как мерять расстояние между категориальными признаками. Есть тысячи способов это сделать. Есть целые статьи, если не книжки, но статьи точно видел, которые просто обсуждают то, как, в частности, в задачах кластеризации работать с категориальными данными, с тем, какие именно метрики там можно вводить на категориальных данных. Вот. В общем, короче говоря, никакого канонического способа здесь нету, и выбор метрики является очень важным. То есть, в какой-то мере, это такая плохая новость, что нет никакого универсального способа решать здесь важный шаг в этой задаче, важный с практической точки зрения. Тем не менее, дальше мы будем считать, что у нас какая-то метрика задана или уже изначально задана какая-то матрица расстояний, и дальше мы будем с этой самой матрицей расстояний работать. Как я уже сказал, некоторые методы принимают на вход просто матрицу расстояний, и им никакого вложения точек в какое-то их лидовое пространство не нужно. Другие методы требуют вот такого вложения. Сейчас я поговорю про методы, которые требуют такое вложения. Это один из самых популярных и таких, я бы сказал, дубовых методов, которые называются КАМИНС. Метод КАСредних. Давайте я покажу, как он устроен. Значит, вот, допустим, у нас есть какие-то данные. Допустим, что-нибудь в таком роде. Ну, давайте я попробую нарисовать еще третий кластер какой-то естественный. Допустим, у меня вот такие данные. Дальше. Первый шаг. Я хочу... Значит, мне нужно задать, сколько у меня будет кластеров. С самого начала я задаю количество кластеров. Значит, нулевой шаг — задать количество кластеров. Значит, задается К, число кластеров. Дальше. Первый шаг. Выбирается К центров кластеров. Значит, они называются центроиды. Значит, центры кластера — это какие-то точки в моем пространстве. Ну, вот, давайте я буду их как-нибудь рисовать разными цветами. Значит, я случайно образом их, допустим, выбрал. Они могут совпадать с моими точками, могут не совпадать. Это не очень важно. Ну, то есть, важно, но сейчас я про это не буду говорить. Значит, ну, вот, допустим, я выбрал какие-то центры кластера, скажем. Поставил точечку вот сюда. Поставил точечку вот сюда. И поставил еще какую-нибудь точечку. Скажем, вот такую точечку. Вот сюда. Следующий шаг. Каждая из моих точек в моих данных относится к какому-то из одного из кластеров. Значит, отнести объекты к кластерам. Значит, как отнести? Но каждый объект просто относится к своему ближайшему центру. Значит, каждый объект относится к ближайшему центру. Заметим, что, как я уже говорил, вот эти центруиды, они не обязаны быть моими объектами. Ну, как бы, они не обязаны совпадать с моими исходными точечками. Но здесь важно, что у нас есть некоторое объемлющее пространство, в котором все происходит. Я умею считать расстояние в этом объемлющем пространстве. Ну, если в качестве расстояния я использую просто обычную стандартную эвклидовую структуру, стандартную эвклидовую норму, тогда это просто означает, что я делю, ну, как бы, рисую то, что называется диаграммой Воранова. Значит, просто провожу между всеми соседними... Провожу серединные перпендикуляры между моими центроидами. Значит, получается вот здесь какой-то серединный перпендикуляр, вот тут будет какой-то серединный перпендикуляр, и вот тут будет какой-то серединный перпендикуляр, значит, и... Давайте я их дорисую. Значит, вот один серединный перпендикуляр, вот другой серединный перпендикуляр, вот какой-то третий серединный перпендикуляр. Не очень они у меня перпендикулярными получились. Значит, и дальше я просто говорю, что вот все вот это, значит, вся вот эта область закрашивается зелененьким цветом. Дальше, значит, вот эта область закрашивается синеньким цветом. Не совсем понятно, что здесь происходит, но это я просто не очень удачную картинку нарисовал. Значит, понятно, что можно каждую точку просто соотнести к соответствующему ближайшему кластеру. Но, кажется, тут нужно дорисовать это вот так. Вот такое разбиение. Значит, после этого у нас каждая точка приобретает свой цвет, соотнесение к соответствующим кластерам. Значит, это второй шаг. Дальше третий шаг. Значит, теперь у нас есть как бы точечки, которые претендуют на то, чтобы быть центрами кластеров. И есть как бы сами кластеры. Теперь нужно привести одно в соответствии с другим. Значит, третий шаг — это изменить центроиды. Идея состоит в том, чтобы каждый центроид должен перейти в точку, которая минимизирует там некоторую функцию потерь, ну, например, минимизирует сумму квадратов расстояний до всех точек своего кластера. Значит, в случае, если у нас просто в качестве функции потерь суммы квадратов расстояний, это означает, что у нас будет просто... Каждый центр кластера перемещается в центр масс тех точек, которые отнесены к этому кластеру. Значит, каждый центроид переходит в центр масс соответствующего кластера. Центр масс точек, которые к нему отнесены. То есть, например, вот эта точка, она сдвинется в сторону... Сдвинется куда-то вот сюда. Вот эта зелененькая точка... Эта зелененькая точка сдвинется, допустим, куда-то... Куда-то сюда. Эта красненькая точка сдвинется куда-то сюда. Вот. И так далее. Значит, повторять шаги... Шаги 2 и 3, пока что-то меняется. Вот. До сходимости. Ну, на самом деле, тут получается такая история, что здесь постоянно уменьшается расстояние от точки до... От каждого центра кластеров до соответствующих точек, которые к этому кластеру относятся. Поэтому эта процедура всегда сходится. Она такая монотонная. Ну, это нужно аккуратно доказывать, но в целом идея такая, что здесь есть некоторая монотонность. Ну, собственно говоря, кажется, да, кажется как раз ключевое рассуждение именно в том, что расстояние от центров кластеров до точек, которые к этому кластеру относятся, ну, типа, среднее расстояние будет всегда уменьшаться. Как-то так. Нужно аккуратно это написать. Вот. И, соответственно, в результате получается, ну, процедура достаточно естественная. Значит, у нас каждый раз, с одной стороны, центры кластеров выбираются так, чтобы быть действительно центрами кластеров, а с другой стороны точки распределяются между этими кластерами тоже естественным образом. Каждая точка к ближайшим. И эта процедура действительно может давать какие-то нормальные результаты. Иногда. А иногда нет. Дело в том, что результат сильно зависит от стартового состояния. И, значит, вы можете запускать несколько раз этот алгоритм и смотреть, как меняется то, что в результате получается. Тот процесс, то разбиение на кластеры, которое в результате получается. В принципе, можно просто сделать там 10 тысяч раз и выбрать самый лучший. Ну, что значит самый лучший? Нужно как-то оценить, насколько наша кластеризация хорошая. Ну, вот один из способов оценки хорошей кластеризации такой. Значит, как оценить кластеризацию. Ну, давайте мы сделаем такую штуку. Мы просто посчитаем. Вот у нас есть какое-то разбиение на кластеры, допустим. Вот так мы разбили на кластеры. Вот у нас один кластер. Вот у нас другой кластер. Значит, давайте найдем... Можно найти сумму всех внутрикластерных расстояний. Ну, или не расстояние, а там диссимляетесь. Понятно, что если кластеризация хорошая, это означает, что наши кластеры маленькие и разъясены далеко друг от друга. Это означает, что у нас сумма этих самых внутрикластерных расстояний у каждого кластера, она будет маленькой. И это как раз хорошо. В принципе, можно рассматривать вот такую задачу просто как некоторую общую задачу кластеризации. И дальше просто говорить, что окей, вот у нас есть вот такая задача, мы можем посчитать для каждого разбиения точек на кластеры. Мы можем посчитать значение вот этой функции и просто найти минимум. Минимальное разбиение, которое дает минимальное значение этой функции. Но проблема в том, что если я буду просто в лоб перебирать все возможные разбиения, то это будет очень вычислительно сложно. Ну, как бы понятно, что это какая-то задачка дискретной оптимизации. Задачки дискретной оптимизации решаются, ну, не всегда хорошо. Вот. Поэтому как раз и используются какие-то методы типа вот такого метода commence, который на самом деле вот ровно делает некоторый такой итеративный способ минимизации вот какой-то вот такой штуки, потому что мы каждый раз выбираем наши точечки так, чтобы размеры кластера были бы как можно меньше. Вот. Ну, вот такой метод. Значит, есть ли вопросы по этому самому комминс? Хорошо. Значит, соответственно, можно примить алгоритм комминс несколько раз к разным случайным инициализациям, а потом выбрать, какая кластеризация лучше, ну, вот, например, по вот этому критерию. Дальше. Ну, давайте я расскажу некоторую штуку, которая связана с алгоритмом комминс. Значит, комминс. И разделение гауссовых смесей. Значит, задачка разделения гауссовых смесей относится к третьему типу задач обучения без учителя, задачам supervised learning, к задачам оценки плотности. Значит, что такое разделение гауссовых смесей? Ну, вот давайте представим себе, что у меня есть данные. Давайте я буду рисовать сейчас пока в одномерном, значит, одномерную картинку. Значит, вот у меня есть данные, вот у меня есть какие-то точечки. Допустим, вот такие. И я хочу найти некоторую функцию плотности, которая эти точки породила. При этом я буду искать мою функцию плотности не в семействе там всевозможных гладких функций, которая слишком большая. Ага, здесь есть какой-то вопрос. Если кластер внутри кластера, да. Сейчас обсудим, обсудим. Значит, хороший вопрос. Если у вас картинка, если у вас какая-нибудь вот такая картинка, значит, вот такая картинка, то понятно, что мы скорее выделим внешнее колечко и вот это внутреннее колечко глазками, если посмотрим. Но метод commins ничего хорошего вам про эту картинку не скажет, потому что он будет пытаться ее разделить. Ну, вот как-то, ну, фактически метод commins, он пытается, там, если вы делаете двухкластерную классификацию, то у вас всегда разделение между кластерами происходит по прямой. Как раз просто по серединному перпендикуляру между центроидами. Поэтому с вот такой картинкой ничего хорошего он вам не выдаст. Он вам выдаст, конечно, какое-то разбиение на два кластера, но оно не будет соответствовать вот такому. А как получить вот такое разбиение, это мы сейчас тоже поговорим, если успеем. Хороший вопрос. Вот. Итак, возвращаемся к разделению гауссовых смесей. Значит, мы предполагаем, что наши данные произошли из некоторой гауссовой смеси. Ну, что такое гауссовая смесь? Это когда у вас есть такая случайная величина, которая устроена так. А вот у вас есть, допустим, две какие-нибудь гауссианы. У вас есть одна гауссиана. А тут есть другая гауссиана. И вы считаете, что ваша случайная величина устроена таким образом. Вы сначала подкидываете монетку и выбираете, из какой гауссианы брать точку, а потом выбираете случайную точку из соответствующего гауссиана, из соответствующего нормального распределения. То есть смесь двух случайных величий. И мы предполагаем, что вот эти вот наши точечки, они были получены как раз из вот такой вот смеси двух гауссов. Это примерно соответствует идее кластеризации. То есть мы считаем, что у нас одни точки пришли как-то из одного кластера, который вот как-то вот так распределен. Другие точки пришли из другого кластера. Задача состоит в том, чтобы найти соответствующий гауссиан. Проблема состоит в том, что мы заранее не знаем, какая точка к какой гауссиане относится. Если бы мы знали, какая точка к какой гауссиане относится, то тогда, в принципе, это было бы не очень сложно. Мы могли бы использовать какой-нибудь метод максимизации правдоподобия. И мы знаем, что если у вас есть... Мы могли бы каждую гауссиану находить по отдельности. Просто для оценки каждой гауссианы использовать точки, которые к ней относятся. И дальше задача становится простой. Задача сходится к тому, чтобы по задному набору точек найти нормальное распределение, из которого эти точки, скорее всего, взяты. Это просто задача, которая решается методом максимизации правдоподобия. Мы знаем там ответ просто в замкнутой форме. Матожидание будет равна выборочному среднему, дисперсия будет равна смещенной дисперсиями выборочной. Проблема в том, что заранее у нас никакого распределения точек на кластер нет. Вот у нас есть здесь вот эта точка. Мы не знаем, откуда она. Вот отсюда или вот отсюда. Вопрос. Как действовать? Ответ. А действовать примерно так же, как в комминс. Значит, здесь алгоритм устроен так. Значит, эта штука называется EM-алгоритм. У него есть два шага. Один шаг называется E, а другой шаг называется M. Только я не помню, какой из них какой. Значит, давайте я по крайней мере расскажу про эти шаги. Значит, первое... Ну, опять же, нулевой шаг состоит в том, что мы должны приписать каждой точке, приписать, к какой из наших исходных гусян она относится. Или лучше наоборот, можно сказать так. Нулевой шаг — это... Тут можно начинать с одного из двух шагов, но давайте я скажу так. Нулевой шаг, например, как-нибудь раскидать наши гауссианы. Значит, выбрать параметры. Хорошо, он был первым в прошлый раз. Опять же, нулевой шаг — это задать K число гауссиан. Это какой-то параметр, который нам нужно руками задать. Дальше. Шаг первый — выбрать как-то параметры этих гауссиан. Ну, как мы знаем, нормальное распределение характеризуется двумя параметрами. Если это одномерное нормальное распределение, то оно характеризуется просто двумя числами — матожиданием и дисперсией. Если это многомерное нормальное распределение, то оно характеризуется, значит, матожиданием, которое есть векторная величина и матрицской вариацией, которая есть симметричной матрицей, положительно определенной матрицей некоторой квадратичной формы. Соответственно, как-то мы их задаем. Это означает, что мы вот как-то рисуем вот эти вот картинки, вот эти вот два графика. Как более-менее произвольно. Дальше. Второй шаг. Найти то, что называется responsibilities. Значит, для каждого объекта... Значит, для этого объекта... RIT это есть... Давайте я напишу RITKT. Значит, ИТО объекта и Катой Гауссиане. это есть вероятность того что и ты объект взят из кат и гусиан ну то есть что это означает вот допустим мои гусианы как нарисовано вот здесь допустим я смотрю на какой-нибудь объект вот скажем на вот этот объект и я знаю что если бы этот объект был взят из вот этой гусианы то соответствующая плотность вероятности задавалась бы вот этим вот вот этим вот этим числом а если он был бы взят из вот этой гусианы то это плотность вероятности задавалась бы вот этим числом то есть это означает, что, ну, как бы, а дальше я могу просто по байсу пересчитать. Значит, давайте предположим, что эти гусяны изначально были равновероятными, хотя это, в принципе, бывает по-разному. Можно строить разные здесь модели. Но, в принципе, можно просто пересчитать по байсу. Давайте сейчас считать, что у меня эти гусяны равновероятны. И тогда вот эта штука, это будет просто, значит, я должен взять каждую из вот этих плотностей и поделить на ее сумму. Так, чтобы сумма этих вероятностей была бы единицей. Понятно, что если гусяны заданы, то я могу соответствующие вот эти вот величины найти. Понятно, как находятся эти штуки? После того, как гусяны заданы. Значит, посчитать с помощью правила байса. вот. А после этого нам нужно обновить гусяну. Значит, обновить параметры наших гусян. Ну, как мы их будем обновлять? Вот, если бы у нас... Ну, теоретически можно было бы действовать в точности так же, как в методе комминс. А именно, можно было бы сказать, что я просто жестко отношу каждый из моих объектов, жестко отношу к одной из двух гусян, ну, например, к той, которая более... значит, у которой правдоподобия больше. И тогда я мог бы сказать бы, что вот на этом этапе я просто скажу, окей, вот у меня, допустим, вот эти гусяны, вот эти точки относятся к вот этой вот малиновой гусяне, значит, я просто обновлю эту малиновую гусяну так, чтобы у нее матожидание равнялось бы матожиданию по всем этим точкам, не матожиданию, а выборочному среднему, по всем тем точкам, которые к ней отнесены, а дисперсия, соответственно, тоже равнялась бы выборочной дисперсии по вот этим точкам. Значит, теоретически можно было бы действовать так, но у нас вот эта моделька, она такая более мягкая, у нас не жесткое разделение, значит, у нас каждая точка как бы одновременно относится ко всем гусянам, но с разными вероятностями. И поэтому вместо того, чтобы делать вот такое жесткое разделение, мы... и там использовать это жесткое разделение, мы будем просто говорить, что параметры мои гусяны определяется по параметрам всех точек, но вклад этих точек пропорционален соответствующему responsibilities. То есть, например, это означает, что... Значит, если у меня есть, например, mcat, это матожидание каты гусяны, то тогда mcat, это есть просто среднее от всех x и t с весами равными r и kt. Ну и тут нужно все это еще разделить на сумму всех r и kt. Вот такая штука. Значит, и в дисперсии тоже аналогично находится. Какая-то более страшная формула получается, не хочу ее писать. Вот. Значит, вот такая стратегия. И дальше, опять же, этот процесс, шаги 2 и 3 повторяются, пока к чему-то не сойдется. Ну, здесь уже ситуация, когда совсем ничего не будет меняться. не будет, потому что здесь нет такой жесткости. Но, по крайней мере, мы можем просто ждать, пока изменения не будут слишком маленькими. Значит, повторять шаги 2 и 3 до сходимости. Вот такая штука, такой алгоритм. Понятно ли, как он работает? Есть ли какие-нибудь вопросы? Надо сказать, что у этого алгоритма, у EM-алгоритма, есть всевозможные гораздо более общие варианты, есть разные обобщения. ну, таким довольно далеким обобщением является штука, которая называется вариационным автокодировщиком. Ну, вот там, если вы будете заниматься когда-нибудь какими-нибудь байсовскими методами в нейронных сетях, то там как раз это один из таких основных объектов изучения, и он является дальним потомком этого EM-алгоритма. Может быть, не таким уж и дальним. Вот. Значит, надо сказать, что в случае, если у нас картинка не вот такая одномерная, если она двумерная, то это становится очень похоже на алгоритм Каминс. Основное различие состоит в том, что здесь можно обычно в таком EM-алгоритме можно разрешать нашим гусианам иметь разные матрицы в том, разной матрицы дисперсии. То есть, мы бы сказали, что матрица дисперсия у всех одинаковая, то это было бы очень похоже на EM-алгоритм, потому что тогда значит, вот этот способ отнесения отнесения объектов к гусианам, он бы в точности соответствовал бы тому, что какая гусиана ближе, какой центр гусиана ближе. Ну, представьте себе, что у вас, что у вас значит, все гусианы просто имеют такие, что у вас скалярная матрица просто скалярная. Это означает, что у вас соответствующая гусиана просто вот такая вот, значит, у нее все линии уровня просто круги. И тогда вот эта вот процедура, она будет просто искать, относить каждый объект к ближайшему, ну, вероятность отнесения объекта к какому-то кластеру будет пропорционально расстоянию до этого кластера. Экспонент какой-то нужно написать еще. Вот. А если разрешить, если разрешить оба какие дисперсии, то тогда, в принципе, мы можем строить какие-то чуть более сложные штуки. То есть у нас может такое быть, что вот у нас одна гусиана, которая устроена вот так, и у нас другая гусиана, которая устроена вот так. И мы можем не просто разделить эти два кластера, но мы можем найти их, найти характеристики, найти, понять, что они устроены именно вот таким образом, что у них именно вот такие вот дисперсии. Но где это может быть важно, представьте себе, что у вас какая-нибудь вот такая штука, вот у вас два таких кластера. Один вот такой, а другой вот такой. Значит, обычный алгоритм Каминс, он, скорее всего, захочет эти кластеры разделить как-нибудь, ну вот как-нибудь вот так, потому что он хочет, чтобы кластеры были компактные в обычной, ну вот в той метрике, с которой он работает. У него как бы фиксирована метрика, и он в этой метрике хочет, чтобы кластеры были компактными. И как бы ему будет очень странно, если, то есть, скорее всего, у вас не получится с помощью алгоритма Каминс сделать разбиение вот на такие кластеры, которые нам кажутся естественными. А с помощью разделения гауссовых смесей получится, потому что как бы это разделение гауссовых смесей, оно в некотором смысле учит не только разбиение на кластеры, но оно и учит подходящую метрику, если думать про значение функции правдоподобия или там этой функции плотности, как про некоторую метрику, то оно в некотором смысле заодно еще и учит метрику. Такой есть подход. Хорошо. Про ЕМ-алгоритм я сказал. Давайте, у меня остается 20 минут, давайте еще про какие-нибудь методы кластеризации поговорим. Следующая история, которую я хотел рассказать, это иерархическая кластеризация. Что такое иерархическая кластеризация? Давайте считать, что у меня есть какое-то количество точек, опять же. Для метода Каминс нам нужно, чтобы точки были вложены в какое-то пространство. Для иерархической кластеризации нам не нужно знать ничего, кроме того, какие расстояния между точками. Не нужно знать ничего, кроме матрицы. но давайте посмотрим, как эта штука работает. Значит, она строит такую иерархию кластеров. Здесь есть два подхода, подход снизу вверх, подход сверху вниз. Я сейчас буду обсуждать подход снизу вверх. Как-то мне кажется, что он лучше, ну, то есть он очевидно лучше изучен, и мне кажется, что он лучше работает. Значит, снизу вверх. На первом шаге мы считаем, что у нас каждый объект находится в своем собственном кластере. Дальше мы выбираем два ближайших кластера, в этом случае просто два ближайших объекта, и объединяем их в кластер следующего уровня. Значит, допустим, взял я здесь две ближайших точечки, какие точки у нас ближайшие, допустим, вот эти две, и объединил их в кластер следующего уровня. Дальше, допустим, что я как-то ввел понятие расстояния не только между точками, но и расстояние между кластерами, расстояние между множествами точек. Это можно делать по-разному, можно, например, брать минимальное расстояние, между двумя точками можно брать максимальное расстояние, между двумя точками можно брать среднее расстояние. Ну, в общем, давайте считать, что у меня как-то это расстояние введено. Значит, дальше я могу следующим шагом, уже теперь среди всех кластеров, которые у меня сейчас нарисованы, опять же, выбрать два самых ближайших. например, это будут вот эти два. И объединить их в следующий класс. И так далее. На следующем шаге, допустим, я объединяю вот эти два. Потом я объединю, скажем, вот эти два. Потом я объединю, например, вот эти три. Потом я объединю вот так. И так далее. Значит, на каждом шаге я объединяю пару кластеров, и в результате получается такая иерархия. У меня не просто есть какое-то разбиение, допустим, на два кластера или на три кластера, а есть разбиение, насколько хочу, кластеров. В конечном итоге, когда я всю эту процедуру закончу, у меня будет разбиение просто на один кластер, который делится на два, потом какой-то из этих двух делится тоже на два, и так далее. Возникает такая иерархия. Вот. Это, на самом деле, ну, с одной стороны, этот метод не дает какого-то окончательного ответа, потому что он говорит, а теперь сами мне скажите, сколько кластеров вы хотите, и вот можно их будет построить, просто взять из этого разбиение. А с другой стороны, само по себе наличие вот этой иерархии, оно полезно, его тоже можно некоторым образом визуализировать, получать оттуда тоже какую-то информацию. Например, представьте себе, что у меня какая-нибудь вот такая история, что у меня есть две, значит, что у меня есть два кластера вот такие, а есть еще какой-нибудь кластер вот здесь. ну вот с одной стороны я могу сказать, что у меня есть два кластера, один вот здесь, другой вот здесь, а с другой стороны я могу сказать, что у меня есть три кластера вот такие. И в общем и тот и другой подход имеет право на жизнь. Поэтому и как раз иерархическая кластеризация вам именно такой ответ и даст, что можно разбить на два кластера такие, но если хотите, то можно вот этот кластер дополнительно разбить еще вот на такой и такой. И это такой, я бы сказал, начало такого топологического анализа данных, когда вы вводите вот такую вот некоторую фильтрацию на разбиениях этих самых точечек на какие-то группы, и, в общем, тут недалеко до всякой науки, которая занимается топологическим анализом данных. Вот. Значит, для того, чтобы задать этот самый алгоритм аэрхическая кластеризация, он на входе получает только матрицу значит, на входе имеет только матрицу dissimilarities, больше ему ничего не нужно. Поскольку он работает только с расстояниями, ему не нужно вложения наших объектов ни в какое пространство. Значит, и нужно задать как считать расстояние между кластерами. кластерами а и б, это есть, скажем, минимум по всем иксам из а, у, из б, расстояние между иксом и иксом. Это один способ. Другой способ, это вместо минимума поставить максимум. Третий способ, это взять среднее. В общем, возможно, разные варианты. Они приводят к немножко разным результатам, но вот можно с этим поиграться, посмотреть, что, как работает. Вот. Так, есть ли вопрос по поводу иерархической кластеризации? Нет. Хорошо, давайте я тогда расскажу еще про один метод. Этот метод как раз хорош для вот таких вот задачек, когда у вас есть что-то в таком стиле. спектральная кластеризация. Давайте, значит, спектральная кластеризация это, в общем, метод, который возникает в теории графов, и, в принципе, можно любую задачку кластеризации свести к задачке кластеризации некоторого графа, разбиение графа на более или менее связанные компоненты. Как можно более связанные. Давайте я сейчас скажу про спектральную кластеризацию просто для задачи графа, просто для, если у вас есть просто обычный граф, допустим, неориентированный и такой самый простой граф. Значит, давайте я покажу, как работает спектральная кластеризация на нем. В общем случае она работает с помощью тех же самых формул, просто они применяются к данным немножко другого типа. Значит, спектральная кластеризация для простых графов. Давайте считать, что у меня есть некоторый простой граф, и я хочу в этом простом графе найти компоненты связанности. Вот такая штука. Значит, как это можно сделать? Давайте рассмотрим такой линейный оператор. Иерархическая кластеризация, не факт, что она сработает, потому что, ну вот как она будет делать? Она будет как-то, на самом деле, зависит от того еще, какую вы метрику на этих самых. На множествах задали. Ну, то есть, в принципе, иерархическая кластеризация, скорее всего, выделит вот этот кластер в качестве одного из них. Дальше она начнет как-то, дальше будут выделяться какие-то кластерочки вот здесь. Но, скорее всего, в какой-то момент у вас возникнет какой-нибудь вот такой кластер. Скорее всего, значит, какая-то такая штука возникнет. Может быть, если правильно подобрать если правильно подобрать метрику, и если точек достаточно много, может быть, она и вытащит вот эту структуру. Сходу я сейчас не понимаю, как она будет сработать. Но по камере вот такой риск есть. Значит, давайте посмотрим, что происходит с простыми графами. Давайте предположим, что у меня задано, значит, на таком простом графе задана некоторая функция на вершинах. Значит, просто к каждой вершине приписано число. 7, 1, 3, 5, 9, 7, 2, 2, 8, 4. Значит, рассмотрим такое линейное пространство функций из множества вершин в R. Значит, просто на каждой вершине написал число. Давайте рассмотрим линейный оператор, который называется дискретным Лапласом. Значит, линейный оператор. D, нет, не D, пусть будет L. Дискретный Лаплас. Который будет действовать так. Значит, я беру каждую вершину и считаю разницу между значением в этой вершине и средним значением в соседних вершинах, в инцидентных, в соседних вершинах, в вершинах, которые связаны ребром. Значит, у меня... Ну, давайте я буду считать, что у меня мое значение это есть F. Пусть F от I значение в этой вершине. Значит, L, F в точке I это есть F от I. Вычесть среднее значит, единица разделить на степень и ты вершина умножить на сумму по всем G соседним с I F жито. Значит, это все вершины соединенные с I. из каждого значения я вычитаю среднее соседних значений. Вот так работает дискретный Лаплас. Ну, почему дискретный Лаплас? Потому что обычный оператор Лапласа, он как бы меряет то, насколько сильно значение в данной точке отличается от значений в близких точках. Это некая дискретная версия этого оператора. Утверждение. Значит, давайте посмотрим, кто такие собственные векторы L с нулевым собственным значением. Значит, кто лежит в ядре этого оператора, оператора дискретного Лапласа. Можете привести пример какого-нибудь вектора, который точно лежит в ядре? Ну, давайте, придумайте какой-нибудь какой-нибудь вектор, какую-нибудь функцию из вершин в числа, который точно лежит в ядре вот такого дискретного оператора Лапласа. Значит, оператор из каждой точки вычитает среднее по соседним точкам. Придумайте мне какой-нибудь собственный вектор. Функция, которая по действиям такого оператора переходит в ноль. Константа. Да, отличный выбор. Значит, если я просто рассмотрю константу на всем графе, то, конечно, константа переходит в ноль под действием такого дискретного оператора Лапласа. Хорошо. Какие линейно-независимые векторы можно придумать? Вот, допустим, у меня граф, как нарисован вот здесь. Какие линейно-независимые... Значит, можете ли вы придумать два, например, линейно-независимых вектора, которые лежат в ядре? Идея с константой очень правильная. Вопрос только, константа где? Вообще, как вы думаете, сколько мер на ядро для такого графа? Двумерная. Почему двумерная? Вот на самом деле видно, что я могу просто сказать, что у меня вот здесь будет одна константа, допустим, альфа во всех точках. А здесь будет другая константа, допустим, бета. И наш оператор Лапласа, он... Значит, у него есть двойные варианты подпростанства. Подпростанство вот такое и подпростанство вот такое. И никак эти два подпростанства друг с другом не взаимодействуют. И в каждом из подпростанств есть собственный вот такой вот собственный вектор с нулевым собственным значением. То есть, смотрите, векторы, собственный вектор с нулевыми собственными значениями для оператора Лапласа соответствуют компонентам связанности моего графа. Значит, оказывается, я это сейчас не доказывал, уже не успею доказать, значит, оказывается, что для простых графов есть просто взаимоднозначное соответствие. Значит, никаких других собственных векторов нет. Никаких других. Собственно, это может быть и есть, но не с нулевым собственным значением. Никаких других векторов в ядре нет. Вот. То есть, дальше возникает такая идея. Вот этот оператор Лапласа дискретный можно записать просто в виде матрицы. и дальше можно просто найти с помощью стандартных методов, численных методов, которые позволяют находить собственные векторы и собственные значения матриц, можно найти все собственные векторы с маленькими собственными значениями. Ну, в идеальном случае это просто будет с нулевым собственным значением. На практике у вас ваш граф будет не таким просто простым графом, а там будут какие-то силы связи между ними, и матрицы там будут чуть похитрее записаны. В общем, короче говоря, идея состоит в том, чтобы найти значит, найдем все собственные векторы с нулевыми собственными значениями для оператора L и выберем из них базис. Получаются как раз компоненты связности. Некоторая адаптация вот этого метода позволяет делать кластеризацию не обязательно на графах, а изначально на данных, которые не были графами, но просто вы строите граф по исходным данным каким-то образом. Допустим, вы просто можете построить полный граф, но сказать, что на каждом ребре есть расстояние, или, допустим, сила этого ребра, которая там обратно пропорционально расстоянию. И после этого применить похожий алгоритм для этого графа. Я не успел полностью про этот метод рассказать, но, в общем, рассказал то, что хотел. Рассказал главную идею применения вот этого дискетного оператора Лапласа и определения вот этих компонент связанности в графах. Давайте я покажу еще одну картинку. в Scikit-learn есть симпатичная картинка с разными алгоритмами кластеризации. Значит, вот здесь люди как раз использовали некоторые стандартные наборы данных для тестирования алгоритмов кластеризации. И вот как раз окружность внутри окружности, это первая строчка здесь. Ну и видно, что нормально с этой задачкой справляется спектральная кластеризация, нормально справляется DBSCAN. это некоторый тоже локальный метод, который последовательно локально выстраивает наши кластеры, то есть он как бы добавляет точечки, которые близки к тем точкам, которые уже добавлены. Там кластеры так постепенно растут. Что такое Optics, я, честно говоря, не помню. Ну, в общем, вот, кстати, в первой строчке столбец, который называется vart agglomerative, это как раз случай, когда какой-то из способов иерархической кластеризации, скорее всего. А, ну, кстати, рядом agglomerative кластеринг, который справился с этой задачей довольно неплохо. Так что, может быть, зря я так против agglomerative кластеринга в этой задаче. Вот. Ну, вот видно, что commins, значит, они используют некоторые модификации mini-batch commins, но вот видно, что с этими хитрыми задачками он справляет очень плохо. Нормально справляются только с задачками, где кластеры компактные, более-менее одинаковые и, в общем, самый простой, вот с предпоследней строчкой. Последняя строчка, мне кажется, самая издевательская. Значит, далее равномерно заполненный квадрат алгоритм кластеризации и сказали, ну, кластеризуй. Значит, видно, как они по-разному пытаются справиться с этой задачкой. Вот. Ну, вот можно посмотреть, что у разных алгоритмов получаются разные результаты. Тут как бы неизбежная задача. В некоторых методах, например, в методе affinity propagation вы не задаете сами число кластеров, а вы задаете некоторую другую величину, но которая некоторым разумом связана с числом кластеров, а число кластеров уже система ищет автоматически. Но это скорее редкость. Обычно вы все-таки задаете число кластеров. Ну, вот справа это как раз те самые гауссовые смеси. Ну, вот здесь видно, что как раз на такой картинке, типа того, который я нарисовал, когда у вас были такие вытянутые штуки, видно, что гауссовые смеси работают хорошо, а большинство других методов работает не настолько хорошо. Это как раз потому, что они гауссовые смеси заточены ровно под этот метод. Ну, вот такая вот история. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу? Здесь видно, что методов гораздо больше, чем я успел рассказать, но вообще методов кластеризации какое-то бесконечное количество. Можно свои придумывать. Тогда их станет еще больше. окей, ну что, если вопросов нет, тогда на сегодня все. Так, семинар, насколько я понимаю, будет завтра, не сегодня. до свидания.